Всем привет! Меня зовут Артур и мы продолжаем страдать в Аркбель. В предыдущем выпуске мы с вами добрались до гневного народца, который страдал от гнета местного короля. Но, надрав ему задницу, мы выяснили, что он был коррумпирован тимой, которую напитал из-под земли. Весь народец связан корнями, а зло шло как раз через землю. Как-то так, по-моему, это все происходило. Но, к сожалению, народец никак не отреагировал на изменения в своей верховной структуре после нашего вмешательства. И поэтому мы с вами отправляемся дальше. Я немножко даже разочаровался, что они никак, серьезно, никак на это не отреагировали, но да ладно. Итак, план у нас сегодня примерно такой. Вот эту область, я думаю, мы с вами оставим напоследок, изучим ее вместе. Сюда я уже начинаю думать, что нет никаких особо тайных путей. Возможно, сюда надо будет попадать вот отсюда. Помнится, там кому-то надо было принести какую-то живую лозу, чтобы он нас отвез на какой-то островок или что-то в таком духе. Возможно, это он. А действовать мы будем сегодня примерно таким образом. Я думал пойти по этой тропе, которая, скорее всего, приведет нас в этот храм. Но потом подумал, что если мы так сделаем, то с большой вероятностью встретимся здесь с очень сильными врагами. Это сделает нас еще сильнее, если мы сможем там пройти. Точнее, а мы сможем там пройти. Поэтому, когда мы там пройдем, мы станем сильнее. И в итоге идти по этой тропе будет слишком легко. Чересчур легко, если уже не легко. А игра хотела, чтобы мы по ней пошли еще черти когда. Да, именно поэтому мы сегодня идем по ней и пробуем добраться до этих храмов. Погнали! На этой тропе я наткнулся на очень легкое испытание, но за которое я получил очень хороший значок. А перед самой границей наткнулся на стайку бандитов. А за ними сразу их вожак. Еще значок и контейнер с сердечком. Наконец, алтарь нового биома, который, оказывается, ведет сразу в оба храма. Этот биом, как и предыдущий, оказался очень затянутым, но подогнал грейд бомб. Алтарь. Косу. Алтарь. Любопытный меч. Опять алтарь. Очередное не очень сложное испытание с бесполезным значком. Алтарь. И прикольного, но легкого босса. Продолжение следует. Контейнер с сердечком. Крутой значок. И, наконец, испытание, на котором я немножко даже подзапарился. Попал в болотный город, в котором меня радушно приняли. Увышал бан, распределил хлам, конвертировал другой хлам в хлам получше, купил контейнер с сердечком и новый слад для значков. А наш повар, похоже, родом из того болотного городка. И вот мы с вами уже в сосновом пике. Прямо перед дверьми нового городка. Идем сразу, зайдем сюда. Посмотрим, что нас здесь ждет. Так, это снова торговка, которая нам предлагает аж ничего, кроме как сердечко. Давай, прекрасно. Это нам тоже подойдет. Может быть, имело бы смысл взять эти споровые шлем и нагрудник. Может быть, их можно было бы потом что-нибудь трансмутировать на наковальне. Но я, конечно, в этом не уверен. Так, торговец с значками. Метод для значка, прекрасно. Два бантика по 30 монет. Просто прекрасно. Который, кстати, дает дополнительное сердце и дополнительный рывок. И теперь мы с вами можем как раз один из этих бантиков использовать. В принципе, я не знаю, будет ли у нас еще какой-то значок, который улучшит наши магические способности. Но если нет, то как раз вот идеально будет взять зеленый банк. К этому всему, в принципе, больше ничего и не захочется, я думаю. Так, из крафта мы, в принципе, наверное, больше тоже ничего делать не можем. Вот кабальтовая палочка. Вот, кстати, по тому, как идет последовательность крафта. Вот, допустим, смотрите, железные доспехи, ракушечные, железные. Потом тут золотые, темносталь на секундочку. Потом идет обсидиан, кабальт и мальвиевые. Что это означает? Это означает, что мы все-таки должны были идти сначала сюда, потом сюда, потом сюда и сюда. Потому что мальвиевые мы с вами нашли вот здесь. Обсидиан был здесь. Здесь была темносталь. Здесь кабальт и вот только вот тут от мальвиевая. И так далее, короче. В общем, я могу подытожить, что мы с вами действительно поперлись туда, куда нам очень еще было рано. И, в принципе, то, что нам здесь давали, ой, давали более полезные значки. Ну, имеется в виду... Хотя это, наверное, никак не играет роли, потому что их выглядывать и в другом месте. Я уже хотел просто все приписать к этому. Так. Надо вот этот хлам только раскидать весь. Этого хлама у нас еще не было, но я и не думаю, что я буду что-то из кабальта делать. Хотя, стоило бы. Стоило бы это все сделать, потому что... Потом это может выходить как ингредиент. Но! Я только что вспомнил, что вы мне рассказывали, что если это является ингредиентом для чего-то последующего, то где-то здесь об этом будет писаться. Я потом... А, вот, вот, как раз грибной лук, он является материалом. Если же такого не написано, то он не участвует в трансмутации. Как-то так. Я вот только не помню, есть ли у нас вот такая палочка есть. Ее можно выкинуть по чертям собачьим и идти дальше. Вот здесь вот этот вот кусочек, мы сейчас сделаем по нему марш-бросок и сразу отправимся в храм. Вот тут, кстати, большая локация. Это примерно такая же, как и пустыня. И я что-то предполагаю, что она будет такая же не очень веселая. Черт возьми. Ну, тем не менее, давай сделаем вот этот вот... Ага. Вот этот вот путь. Что-то как-то третий этап вообще ничем не отличается от предыдущего. За исключением того, что они как-то по кругу, по-моему, ездят быстрее. Или... Или... Или, может быть, даже е... И нет. Не знаю. Ладно, допустим. Хрен с ним. Ударя пурью. Атака после рывка наносит дополнительный урона. Было бы прикольно, конечно, все-таки собрать все хорошее оружие. Там хороший меч, хорошее копье... Нет, ну, погоди. Меч и копье это и то, и то оружие ближнего боя. Поэтому копье меня не очень привлекает. Поэтому пускай будет хороший меч, хороший лук. Вот это вот все. Чтобы просто попробовать другие классы ради интереса. Мак, к слову, действительно стал довольно сильным классом вот на данном этапе. Вы говорили как раз, что поначалу он будет не очень хорош, но потом раскачается. Так и произошло. В принципе, чего следовало ожидать. Но это произошло буквально в предыдущем выпуске, когда мы с вами получили призму. До этого пришлось серьезно пострадать. Да, и плюс мы поперлись туда, где нам давали не очень хорошие вещи. Как для мага. Ну, я имею ввиду... Значки не очень хорошие были. Они все в основном падали там на какого-нибудь воина. Вот это вот все, короче... Не очень комфортно было. Снежная пушка. Между прочим, эту пушку мы как раз можем скрафтить. Иной раз я думаю, что может быть имеет смысл сначала исследовать всю локацию, а только потом смотреть, что может крафтиться. Кстати, сосновая пушка, она же не является материалом. Поэтому, в принципе, ее можно выкинуть. Для экономии места в сундуке можно было бы как раз избавиться от подобного хлама, который не является ингредиентом на будущее. Мне, кстати, очень нравится комбинировать наш Том и призму. Фишка в том, что у призмы очень высокий урон. Он точечный и высокий, то есть можно бить по одной цели. У Тома урон тоже высокий, но он разделяется на кучу целей. И получается, что им хорошо бить, когда врагов на локации много. То есть, грубо говоря, защищать им локации очень удобно становится. А если еще враг один, допустим, сильный, босс, к примеру, то она, по-моему, и побыстрее будет немножко. Да, нет? Нет, она не побыстрее. Но зато целиться не приходится, если это босс. То есть вы просто бегаете, стреляете, и весь урон влетает исключительно только в босса сразу же. Короче, пока что я для себя выделил вот эти два оружия. Они очень неплохи. Так, а здесь у нас, конечно же, алтарь. Ну, кто бы мог поспорить. Угу. Ну, зато, по крайней мере, эта штука нам дает каждый раз к защите. Да, плюс один, но ничего страшного. Тоже неплохо. Может быть, если мы сейчас быстро разберемся с... С этим храмом, то, может быть, сразу отправимся сюда. А может быть, не туда. Может быть, лучше сюда. Не знаю. Но, судя по тому, какая здесь локация, я думаю, что тут мы получим то, что надо будет использовать здесь. А именно... Лжевую лозу, вроде бы, да? Так, ну погнали. Ну, пускай выйдет эта пушка. Здесь закрыто? Да. И кто у нас здесь? Книги? Книги и ледяные скелеты. А вот эти блоки, где-то я их уже видел. Не могу только вспомнить, где. Наверное, опять-таки, это в ганже, да? Они примерно... Так же себя ведут, как скелеты из... Храмов пустыни, между прочим. Только чуть-чуть более лайтовые. Ну, короче, все ясно. Ага. Знаете, что мне непонятно? Мне только непонятно... Даже не то, кем является наш герой. Мне непонятно... Поведение того мелкого засранца, которого мы с вами встречаем. Просто я помню, что в позапрошлом выпуске... Он пытался понять, кто же мы такие. Почему у нас... Опа. Это пятая, да? Он пытался понять, кто же мы такие, что у нас получается... Пятая, да? Что у нас получается убивать бессмертных. И что он их раскидал. Специально после того, как король был изгнан, он их расставил как передовая, которую невозможно было победить. Специально для охраны... Специально для того, чтобы они охраняли артефакты, которые как раз позволяют, судя по всему, вернуться к королю. Ну, то есть они его запечатали, правильно? А вот им раздали артефакты. То есть, когда король здесь был, он сначала проклял этих, кто ему не нравился больше всех, сделал их бессмертными, обрек их на вечные, грубо говоря, страдания, а мелких использовал для того, чтобы они не позволили королю больше сюда вернуться. Но в предыдущем выпуске... Это кличик, да? Нет. Это... А, сокровища. Но в предыдущем выпуске речь шла о том, что он доволен нашими результатами, как он выразился. И чтобы мы... Ну как, даже не так. Он сказал, чтобы мы просто продолжали делать то, что мы делаем, и собирали артефакты. То есть, я не понимаю. Получается, что ему... Выгодно? Что мы это делаем? Так, это было прикольно. И не очень сложно вроде бы. Я просто предположил, что мы являемся посланниками короля, и пытаемся его вернуть сюда. То есть, антагонистами. А теперь, я думаю, наоборот. Что мелкий является тем, кто... Кто хочет, чтобы король вернулся. Пока хорошо. Пока идем неплохо, но урон все равно проходит довольно серьезный. Нам надо с этим что-то делать. Хотя, с другой стороны... Это еще что за хрень? С другой стороны, лучше, чем грибной шляпой мантии колдуна. Пока что для нас... Ничего не было. Просто очень не хочется жертвовать уроном. Ради какой-то сомнительного прироста к защите. Так, мы что, ходим по кругу, что ли? У нас, кстати говоря, есть еще вот эта бомба, которую я использую довольно редко. В основном, тогда, когда мы находимся как раз в каких-то закрытых помещениях, и на нас должна вылезти орава у врагов. Да, это был срез. В остальном, я не понимаю, на какой черт она нужна. Я думал, что здесь есть какие-то секреты, и даже пробовал за кадром взрывать какие-то бомбы, ой, имеется в виду взрывать какие-то стены, но ни хрена не нашел. Чувствую, что тот, кого мы здесь встретим, долго не протянет против нас. Так, это было серьезно уже. И, похоже, эти ледяные глыбы, они не вечные. То есть, если бы я их не бил, они бы сами разваливались. Видимо, это их предназначение такое. Понятно, хорошо. Не, ну вот это вот мне очень нравится. Не то, чтобы это было, опять-таки, сложно, но это просто очень... Прикольно, я люблю такие испытания. Не получилось. Это, скорее всего, потому, что я вначале использовал, да? Нет? Нет, это потому, что я просто криворукий. И все-все, вот она, все. Да, нам же получается зеленая вот эта штука, она восстанавливает нам сразу весь запас энергии. Так, кольцо ледяного бассеона. Избегайте урона, чтобы получить ледяный щит. Очень интересно. Но нам придется... Нам придется очень хорошо монсить. Это, во-первых. Во-вторых, пожертвовать 15% урона. В принципе, не так, чтобы много. 15% учитывая, сколько у нас... Хотя нет, учитывая, как раз, сколько у нас сейчас урон. Вот, допустим, 157. Я снимаю колечко и получаю 141. Нет. Невыгодно. Лучше пускай будет урон. Проблема. Снаряды, кстати, которыми они стреляют, они, бывает, делятся на несколько типов. Допустим, на фиолетовый, на синякий и красный. И, по-моему, фиолетовый самый болючий из них. Во-первых, он самонаводящийся. Во-вторых, он по урону самый высокий. Беда. Волна пробивает, я понял. А, зараза, серьезно? Ха-ха-ха. Ну вот что-что, а храмы действительно очень интересно проходить. В отличие от локаций самих. Их нет смысла, я так понимаю, в принципе, гасить, да? От них лучше просто пытаться уворачиваться. Зараза. Все. Кстати, вот несмотря на то, что здесь пишется довольно высокая дальность у этой книжки, все равно, чтобы, допустим, ей достать до тех врагов, это не получится сделать. Ого. Благосостояние силы, сила атака повышена на один. Вот эта вот штука как раз для нас. Но попадает очень редко, точнее, в принципе, попадается. Лучше бы из алтарей нечто подобное падало. Или если бы можно было бы выбирать хотя бы, было бы очень круто. Что для меня было бы... Что для меня важнее имеется в виду? Немножко прокачать урон, или, может быть, немножко прокачать защиты. Я так понимаю, это была последняя, да, комната? Перед серьезной передрягой. Да. Слушай, давай перед тем, как это сделать, сделаем... Поступим мудро. Вернемся в город, выкинем все, что нам не нужно. Выкинем деньги. В банк. А только потом уже пойдем разбираться с этим товарищем, который нас там ждет. Это, в принципе, можно оставить. Меня больше всего волнует... Чтобы наши деньги сохранились. И улучшиться мы, в принципе, сейчас не можем, я так понимаю. Потому что здесь нам ничего особенного не давали. Ну, погнали. Мой... Мой король. Прошу, позволь мне доказать мою преданность. В этот раз я не буду колебаться. Я исполню ваш приказ. Это дитя умрет. Так, он работает на короля. Допустим. Бьет не больно. Вторая стадия. Ого, 50, серьезно? Это считается вообще, что я сейчас победил или нет? А ну-ка. Да, считается. Типа мы перебили друг друга, но... Так как у них нет способности убивать бессмертных вроде нас, то я не умер. Но у нас есть такие возможности. Супер. Хорошо. Идем дальше. Снова ты. Портал должен был спасти людей от Иго Старого Короля. Собрав все семь камней, ты сможешь создать портал в мир, что лежит за пределами нашего бытия. Мир вечного блаженства. Неземной, неосязаемый. Мир, в котором нет места темной магии, что питает короля. Во всяком случае, так говорят. Не всегда казалось, что это какая-то глупость. И все же, тайное царство, лежащее за порталом, всегда было символом надежды. Для тех, кто страдал под Игоом Короля, шепотом люди рассказывали друг другу о портале, и многие отправлялись в тяжелое паломничество, в черту, где шло его строительство. Осталось три куска. А-а-а, то есть это портал не для того, чтобы король вернулся, походу. Как интересно. Или нас специально провоцируют на то, чтобы мы продолжали собирать осколки, в итоге открыли портал и вернули короля в эти земли. Но какой в этом смысл, если мы все равно занимаемся этим, я не понимаю. Какой смысл подстрекать? Но, тем не менее, наш следующий путь лежит сюда. Но перед тем, как мы все-таки это сделаем, я предлагаю отправиться вот в этот кусочек земель. Мне просто жутко интересно, почему здесь, в этом храме, ничего нет. Он закрыт. Или нам туда нужно будет в итоге попасть под конец игры. Или что такое? Что там не так? Очень похожие испытания мы с вами уже проходили, по-моему. А может быть и не похожие, а может быть точно такое же. И это печально, потому что если это так, то получается, что теперь помимо локаций, еще и испытания собираются повторяться. Я не помню, мы бантик одели, который добавляет сердечко, кстати. Или нет? А ну дай-ка я посмотрю. На деле, да, оно действует. Сердечко вроде есть. Хорошо. Дальше шанс выпустить горящую стрелу. Интересные значки на класс лучника попадаются. Тут уже было бы интересно попробовать как-то. Нам, кстати, для следующего апгрейда надо найти будет этот... Эссенцию нешти мы сейчас собираем. Нужна будет эссенция огня. Эссенция огня и... По-моему, какая-то еще палочка нужна будет для того, чтобы из нашей призмы сделать что-то поинтереснее. Так, ну эти места, надо понимать, что они посередине, чем то, где мы только что были. Так, и вот еще что. Том у нас не является ингредиентом, а призма, в принципе, является. Хорошо. То есть получается, что на том... Можно больших надежд не возлагать, а мы найдем с вами какой-нибудь другой, который можно потом прокачать, да? Надо было, наверное, сразу идти в замок, потому что я был почти уверен, что если мы будем сейчас гулять в округе... То ничего особенного здесь мы, скорее всего, не найдем. Так, погоди. Я почти уверен, что это у нас... Алтарь. Ну, конечно же. Кстати, если вы внимательно наблюдаете, то практически все алтари находятся на идентичных локасах. С другой стороны, почему бы и нет? Зачем запариваться и создавать какой-то отдельный биом для этого, да? Ну, кстати, сниженный урон, в принципе, сейчас ощущается после того, как мы надели на себя чуть поинтересней вещи. Да и в принципе, когда мы с вами получили эту палочку, стало намного приятнее зачищать локацию, согласитесь. Я, кстати, еще не знаю, баг это или нет, но часто происходит так, что самонаводящиеся снаряды, которые, по идее, должны врезаться в стенки, они не врезаются. Некоторые врезаются и останавливаются, а некоторые так и продолжают лететь сквозь стенки. Я не знаю, насколько это правильно, так ли задумывалось, но это, бывает, напрягает. Так, еще буквально недалеко здесь осталось. Надо будет, кстати, вернуться в первый городок, потому что у нас уже скопилось где, сколько, уже около шести мегаслип. По идее, этого нам хватит как минимум на один абрейт точно. Очень жалко, что у этой призмы дальность не бесконечная. Вот это было бы чертовски круто. Если бы еще и снаряды были самонаводящиеся, это было бы вообще полное имба. Ксклиская пушка, ну-ка. Потерял оружие дальнего боя. Слушай, а урон очень хороший, между прочим. И выглядит круто. Сейчас этим пользоваться не буду, но я обязательно из этого сделаю финальное оружие дальнего боя. Посмотрим, что оно будет из себя представлять в принципе. Переквалифицировать здесь на самом деле не сложно. Все, что для этого нужно, это просто надеть другую броню и другие амулеты. И все. Ну, с дачки имеется в виду. Единственное, что переквалификация означает, что нужно нужен другой немножко подход. Потому что другого оружия немного и другое проведение. Вот когда они находятся очень далеко, как раз выгодно использовать том. потому что он бьет немного дальше. Да ну твою дивизию! Я не собрал все, что выбил с ней. Потому что случайно вылетел в другую комнату. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Если бы здесь было что-то важное, я думаю, что оно не исчезло бы правильно. А монетки, в принципе, это такое. Можно и собрать. Вот это место, кстати, очень хорошо подходит для фарма монеток, если вдруг понадобится. Как удивительно. Ну, зато плюс один к броне. Угу. 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 Вообще, в идеале, как только я хватаю какую-нибудь звездочку, которая нас усиливает, желательно было бы сразу же убивать другого врага и чтобы усиление не пропадало. В принципе, оно так и происходит зачастую. Что же это за место такое? Выглядит довольно жутко. Алтарь сломан, между прочим. Впервые. Один, два, три, четыре глазика. Ещё три. Ещё три, да? Один, два, три. Вот оно. Значит, нам всё-таки действительно нужно будет в это место, когда мы соберём все куски портала. Ха-ха-ха. Понятно. Ну, хорошо. Значит, наш следующий пункт назначения вот здесь. Погнали. Субтитры создавал DimaTorzok